Пешком от Новой Мацесты до Центрального стадиона. 4,5 километра вдоль моря по тропе здоровья. Рабочий день мэра сегодня начался здесь. Благоустройство Теренкура Анатолий Пахомов традиционно оценивает перед стартом курортного сезона. Что такое Теренкур? Что по большому счету это самая лучшая физзарядка. Не у каждого города, а вернее не у одного города такой возможности нет, кроме как у нас. И поэтому это не только для гостей, это прежде всего для жителей города. Погулять, подышать свежим воздухом или побегать. Для сочинцев Теренкур сегодня снова становится популярным местом для отдыха и занятий спортом. Вы знаете, отличное место, пожалуй, одно из самых лучших в Сочи. Бегаю вот с палочками, плаваю за здоровый образ жизни, в общем. Тропу здоровья проложили в 30-х годах прошлого века. Раньше маршрут был популярен и среди туристов, как один из способов санаторно-курортного лечения. Задача сегодня – возродить традицию оздоровительных пеших прогулок, считает Анатолий Пахомов. И людям надо и сейчас прописывать, что вам надо прогуляться по… Мы прописываем Теренкур. Наши спускаются, когда на пляж. И проходят. Мы расписываем по количеству шагов и по количеству метров. Пешеходную зону капитально отремонтировали перед Олимпиадой. Как говорится, всем миром. В Теренкур буквально вдохнули вторую жизнь. Обновили бетонное покрытие, установили освещение, лавочки и урны. Уборкой и благоустройством теперь тоже занимаются все вместе. И муниципальные предприятия, и санатории. Справляются хорошо, считает мэр. Мы его тогда сделали без всяких копеек, без рубля. И сейчас на бюджет города его никогда не поставишь. Потому что он кому-то принадлежит. Часть вам, часть тому, часть третьему. Тропа должна быть не только благоустроенной, но и безопасной. Пахомов поручил организовать здесь дежурство полицейских и казаков. Кстати, уже скоро Теренкур станет еще длиннее. Его планируют соединить со старой Мацестой. Об этом рассказали накануне на заседании Полицовета партии «Единая Россия», где обсуждали реализацию в Сочи федерального проекта формирования комфортной городской среды. В его рамках на Мацесте в прошлом году отремонтировали 500-метровую прогулочную зону вдоль реки. На очереди еще такой же участок набережной. На этот год мы заканчиваем Мацестинскую набережную. И там действительно большие деньги, но это будет на века. И мы еще три территории будем делать. Это зеленая зона по улице Альпийской и Скверы в районе 26-й школы в Адлере и на улице Тормахова в Лазаревке. На благоустройство четырех мини-парков выделено 92 миллиона рублей. Большая часть средств – федеральные. Новые зоны отдыха в Сочи должны появиться до конца года.